Следующая история. Зависть. О, это страшный грех. Грех именно в том, что на самом деле ты все время завидуешь, почему это сделали другие, а не ты. И это тебя, конечно, сильно подстегивает делать, еще лучше придумать, 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 но когда ты видишь, кто-то другой сделал, а не ты, ты думаешь, блин, вот сволочь, а. А почему это так просто, это оказалось на поверхности, а ты этого не сделал? Что же делать в этот момент, когда ты такой греховный, да? Если помните, в античности появлялся такой Дэйв Сексмайхена, который решал все проблемы человечества в момент, когда сценарист или автор не мог найти решение. Да, я грешен, безусловно, и правда, здесь такая история, что я люблю грешить, я люблю быть греховным, и для меня это не страшно, меня это пусть не отпускает никогда. Особенно это позволяет мне делать то, о чем я мечтал, с помощью того инструментария, который я приобрел. И это позволяет делать моя работа, то есть придумывать то, что не существовало никогда, воплощать, делать так, чтобы в этом люди говорили, обсуждали, даже ненавидели, пусть ненавидят. Но главное, что это делать с теми людьми, которые тебя окружают, людей, которые ты любишь, это самое важное. Окружай, никогда не работай с говнюками, работай с теми, с кого любишь, и будет всем счастье. Все, на этом спасибо. Счастье принадлежит не только на сле. Счастье принадлежит не только на сле.